Давайте возьмем, которая не логарифмированная А, у нас нет не логарифмированной модели Давайте ее по-быстрому сделаем Просто чтобы у нас был... Ну, а есть вообще это 44? Ну, давайте сделаем модель не логарифмированную Модель 0 Сюда вот Модель 0 Без логарифма Вот она И еще раз быстренько построим Сейчас у нас где-то был не логарифмированный график Самое проще стереть, наверное, и заново построить Так, стираем, и заново построим Так, где у нас купло? Вот она, да? Нет, самая-самая первая Что-то мы только графики очищаем Ну, ладно, пока она очищает графики Я могу, что-то делать или нет? Ладно, давайте я построю модель Квантильной регрессии равняется Модель квантильной регрессии равняется Тут команда тоже короткая Из двух букв То ли QR, то ли Quantile Regression, то ли Regression Quantile Сейчас поиграемся QR Нет, а если RQ А, вот RQ RQ Дата равняется D2 Price Carat Плюс Cat То есть я те же самые параметры выбираю Только тут надо еще указать вектор вот этих tau То есть отличие состоит в том, что Точно такой же синтаксис Просто я указываю, что квантилья Ну, давайте я возьму квантилья 0.1 0.9 Ну, давайте 0.1 0.5 0.9 Какая-то, она не квадрата Она не совсем то же самое Почему ненадежная? Она просто другое изучает То есть она дает ответ не как средняя Цена бриллианта зависит от массы Как медианная цена бриллианта зависит от массы Разница вот ровно между средним и медианной Но если распределение симметрично, то медианство подойдет Да, и давайте посмотрим То есть точно так же, как раньше мы смотрели сам Мари Модел Здесь можно посмотреть на сам Мари Модел Кван Тайл Вот, сейчас, почему? 2M А, 2M Вот, соответственно, вот у нас здесь будет 3 модели оценено Модель для Тау равного 0,1 То есть у нас 1 коэффициент при карате То есть увеличить Вот если мы рассмотрим 10% самых, ну, такие бриллианты для бедных А если я коди нашла, то у меня коди нашлась Команда Квант Ред подключена? Нет, мы пакет подключили, а команда нет То есть, айгона сначала проинсталировать из интернета, а потом сказать врачу и пользоваться Вот, соответственно, у нас сам Мари идет для разных Тау Ну, давайте выпишем уравнение модели для разных Тау Соответственно, ну, тут, правда, надо писать не Y и Та, а как-то надо квантиль написать Давайте квантиль Y порядка 0,1 с крышечкой, да, равняется минус 1636 плюс 5600 помножить на массу в каратах Ну, хвостик я не буду дописывать Соответственно, дальше квантиль того же Y порядка 0,5 равняется минус 1985 плюс 6813 на массу в каратах Итого бриллианта, да, у нас еще не пойдет И оценка зависимости квантили 0,9 Ну, я хвост не стал записывать с дальнепеременными Ну, там еще дальнепеременные, потому что немножко лень Ну, а тут точно так же проверяется значимость Поскольку я задаю другой вопрос Здесь нет нужды бороться с гетероскедастическим в принципе Ну, потому что я другой вопрос задал Я задал, как квантиль зависит, поэтому меня вполне устраивает, что там То есть у меня в этом вопросе вполне устраивает, что здесь разброс маленький, а здесь разброс короткий Потому что я изучаю 10%, а 10% можно отложить, что при большом разбросе, что при маленьком разбросе Вот, поэтому тут главное, чтобы выполнялось предположение о том, что вот эта квантиль линейно зависит от X А гетероскедастичность при таком вопросе, это просто другой вопрос Поэтому здесь гетероскедастичность, она есть, точно есть Потому что если бы ее не было, ну, прямая просто бы параллельно поднималась Если бы у меня везде был одинаковый разброс То вот 50%, вот 90%, вот 10% от них прямая просто бы параллельно поднималась А здесь, кстати, вот еще один способ увидеть, что на самом деле гетероскедастичность была Что меняется наклон У дешевых бриллиантов, даже если они там, ну, не важно, с большой массой они, с маленькой массой они Но вот видно, что у дешевых бриллиантов, вот если взять 10% самых дешевых Вот эти проценты, это Тау, это с левого хвоста меряют Вот, ну, то есть Тау 10% это означает самые дешевые Вот 10% самых дешевых бриллиантов у них от массы От массы От массы Зависимость цены, конечно, положительная Но с ростом массы на виничку цена растет на На, в чем там, надо смотреть В долларах, по-моему, там цена Ну, вообще, может быть, размерность целый один карат Это дофига, на самом деле Нет, карат, вроде, не много В долларах? В долларах Ну, смотря, если картошка, в каратах В каратах же там измеряется, там, 0,5 карат Ну, да, я понимаю В том смысле То есть там как раз надо на десятичные смотреть Не на 1, а на 0,1, да? И тогда бы была цена или 5 тысяч Ну, или в тысячах долларах мерить, по ценам, там, что-то такое Или, действительно, в десятых карат мерить Ну, вот видно, что Вот здесь видна разница в зависимости То есть я по-другому отказался от борьбы с гетероски достичь И просто задал другой вопрос Вот как у дешевых цена зависит от массы И как у дорогих бриллиантов цена зависит от массы Видно, что, условно говоря, у бриллиантов для бедных Зависимость от массы в два раза слабее, чем у бриллиантов для богатых Ну, потому что здесь 5 тысяч, а здесь 10 тысяч по-хорошему Если 0,9, это он берет... Это, соответственно, 90% Ну, то есть это ищется 90% квантиль Квантиль – это площадь слева, то есть с нижнего края, наверное То есть вот эта ситуация у меня изображена на картинке 10% сверху мы отобрали Вот смотрим, как эта линия разреза зависит от других Окей? Да И поэтому это может быть... Да, и можно, соответственно, это изобразить Давайте... Сейчас попытаемся... Я попытаюсь побороться с жжеплотом У меня... Я, к сожалению, вот... Я для себя понял, что картинки это... Ну, у меня поменялось просто отношение к картинкам Я понял, что картинки можно рисовать долго Я раньше думал, что вот... Ну, сначала надо все вот вычисления сделать А потом быстренько картинку нарисовать А потом я понял, что не надо сидеть и картинку долго рисовать И на картинку может уходить там больше времени, чем на две страницы текста Ну, это нормально Ну, я вот так отношусь, поэтому я плохо рисую картинки Ну, там, смотрю в интернете, как рисовать Вот поэтому я сейчас попробую быстренько побороть жжеплот 2 Значит, давайте попробуем так Уплот По данной возьмем из набора данных D2 По горизонтали отложим... Значит, наш... По горизонтали отложим массу в каратах По вертикали отложим цену Значит, получили вот этот базовый график Так... А теперь давайте... Он, правда, конечно, не линейный Ну, тем не менее... Да, давайте назовем это базовым графиком Давайте напишем B равняется Чтобы нам было проще А теперь к B прибавим GeomSmooth И укажем Method Method равняется... Какой у нас метод? У нас метод квантильной регрессии Значит, метод равняется RQ И укажем Tau равно 0,1 0,1 0,5 И 0,9 Попробуем Может быть получится Нет, не получилось А если просто метод равняется без Tau Ладно, хорошо, давайте еще одну попытку С полным синтаксисом сделаем ggplot Плюс gmo point Здесь напишу Data D2 Здесь напишу ASX сравнение с Nk Y равнее... Нет, мне графики надо было готовить Так... 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 Не, не получалось у меня Ну и сейчас я... Дата D2 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 Не, не получилось Ладно, я тогда, наверное, надо мне отдельное занятие Параши пол-два поместить, подготовиться Чем-то красиво рассказать, потому что это скроется Параши пол-два